Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов у микрофона ведущей Саргалана Антонова. Сегодня в рамках проекта «Весна на НВК» в Мегин-Кангалавском районе проходят дни национальной вещательной компании САХА. Наша творческая бригада с раннего утра работает в передвижной радиостудии «Села Майя», рассказывая о работе администрации, о самом муниципальном образовании, о людях, которые здесь живут и трудятся. И действительно, Мегина-Кангалавская земля вырастила множество талантливых людей, которые прославили свою родину далеко за её пределами. И один из них находится сегодня у нас в гостях. Это главный режиссёр Медиа-Центра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, член Союза журналистов Российской Федерации, член Союза кинематографистов Российской Федерации, лауреат Государственной премии имени Василия Никифорова в области журналистики, лауреат международных российских конкурсов и фестивалей Иван Юрьевич Крыгован-Гурнинцын. Добрый день! Добрый день, Светлана! Автор множества ярких, глубоких документальных фильмов, главное действие которых происходит в Якутии. Человек, Родина, История. Эти темы лейтмотивом проходят через всё его творчество. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК и на волнах третьим Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Иван Юрьевич, я приветствую вас ещё раз в нашей студии. У каждого человека есть своя малая Родина. Это место, где он родился и сделал свои первые шаги, где, может быть, приобрёл своих первых друзей и осознал себя пусть маленькой, но личностью. И поэтому хотелось бы начать наш разговор с самого интересного. С ваших предков. Откуда они? Да, здравствуйте, Сарглана. Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели прекрасной радиостанции Татим. Да, мои предки по отцу Кривогурницыны. Они родом из первого Мельжахсинского наслега Мегина-Кангаласского района. Раньше просто Мегинского улуса. Все Кривогурницыны оттуда практически все родились. И там сейчас находится село Сола. И на берегу красивейшей речки Сола. И мои предки, они, как весь народ, каждый якут, ведёт селлея. И мы потомки знаменитого князя Мельжахсинского наслега Чугуна-Бадоева, который ездил к царю Щелобитной, к Алексею Михайловичу от Суптера I. И весь наш род идёт оттуда. Так это считается, так мы знаем и говорят наши старшие друзья, родственники и предки говорили об этом. Если говорить лично обо мне, мой отец Юрий Иванович Кривогурницын, он был учителем истории и географии. Его отец, мой дед, был учителем истории. Один из первых образованных людей не только наслега своего, но и улуса района Мегина-Кангаласского. Это Иван Николаевич Кривогурницын, он закончил Иркутский пединститут, был другом хорошим многих-многих наших знаменитых и писателей, и людей науки. Скажем, даже Кривогур Астыров, даже Владимир Михайлович Новиков, они вместе учились в пединституте в Иркутске. И его отец, скажем, мой прадедушка, это Николай Петрович Кривогурницын, его звали Курбан, не знаю почему. Вот такой вот. Очень богатая, действительно родословная, да? А что вы можете сказать о своей фамилии Кривогурницына, откуда она? Да, вот Кривогурница — это казачья фамилия, это фамилия сначала донских, а потом уже тобольских казаков. Они были одним из первых таких государевых людей, которые вместе, скажем, первыми государями-людьми стали осваивать якутскую землю. И вот фамилия Кривогурница встречается и в описаниях XVII века, вот историка города Якутска, Попова, Николая Попова. И там есть несколько домов, в которых Кривогурницыны жили казаки, вот, скажем, в схеме Атласа Якутска XVII века. И вот от них, я считаю, что вот фамилия наша пошла. Иван Юрьевич, вы сами выросли, учились в селе Майя, да? Какой она была вообще родина вашего детства? Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями. Да. Ну, как вы знаете, село Майя, оно было образовано в 1902 году, когда построили Васильевскую Мегинскую церковь. Вот с этого момента, в апреле, в 11 апреля, закончили строительство, 14 апреля осветили, приезжал даже губернатор Якутска Крафт, Иван Иванович. И с этого момента считается рождение села Майя. Почему это подчеркивается? Это было, это поселение всегда было, это не Наслег. У него, он вырос на стыке многих Наслегов, которые имели свои земли. Там Харанский Наслег, Нерптейский, Холдоринский Наслег. И на стыке этого, на территории Большого Аласа, на самом деле, это такая Аласная система, которая начинается с Аласа Мара, потом Майя, потом Чуя. И это вот это уникальное достаточно для центральной Якутии явление, когда всё это перетекает Аласы из одного в другой, без, скажем... Алас же вот такой круговой, окружённый лесом, вот эта котловина. А она вот так идёт, вот так, на длину где-то больше 10 километров. Это уникальное такое место, очень живописное раньше было. И на этом месте, вот в Аласе, где оно было, сверху был Харанский Наслег, где как раз стоит и сейчас мой дом родовой, родной дом. Я вот стою наверху, наверху Аласа, и внизу там Майя стоит. Я вот практически полвека, я стою, наблюдая за изменениями моего села. И он меняется, как человек, то возрождается, то молодеет, то дряхлеет. И все веяния какие-то, драмы нашей страны, нашего времени тоже отражаются на нём. Сейчас... И вы являетесь свидетелем этих изменений. Да, свидетелем, скажем, даже. Буквально физически я смотрю сверху и смотрю, как что всё меняется в этом селе, который, хотя я живу физически, фактически в селе, в Харанском Наслеге, но я всю жизнь учился и жил в селе Майя. Ну, какие-то вот жизненные ситуации бывают. Я считаю, что село вот это Майя, оно стало неким плавильным котлом, когда его в 30-м году сказали, Майя будет центром Мегин-Гангаласского района, потому что был большой сход, выбирали делегаты, и был выбор между Павловском и Майей. И в разницу один голос победила Майя. И тогда начали строить это село, стали из многих Наслегов перевозить дома, люди переезжали. И вот как такого в селе же людей там было мало на самом деле. Там были сайлыки, пастбища, и вот осваивали вот это неизвестное место все люди, которые переезжали из Наслегов. И в этом Наслеге, в этом котле, плавильном котле, родился вот такой субэтнос Майнце. Очень такой образованный, очень любознательный, очень продвинутый люди. Мне кажется, что это совсем другие люди, чем, скажем, жители из других районов нашей республики. И даже в районе они совсем другие. Какие самые значимые события происходили именно вот здесь, на Малой Родине? Как они вообще повлияли на ваше мирозрение? И вообще, когда к вам пришло осознание Родины? Ну, осознание Родины пришло, когда я немножко вырос и стал знакомиться с многочисленной роднёй отца. Люди, которые вместе выросли во время войны, после войны. У нас так случилось, что родные братья, двоюродные братья, все ушли воевать и погибли во время войны. И дети, которые остались сиротами, их не бросили, не стали отдавать детдом или другие люди. Их собрал один человек, это родная сестра, двоюродная сестра всех этих братьев, четверых. И стала она воспитывать их. Всех собрала, и человек 15 она воспитала одна. И все они выросли, как родные братья и сёстры. И вот до конца своих дней они сохранили эту свою вот такую абсолютную близость и родство. И вот они вот... Я видел, какие они ещё были молодые, они радовались. И вот я, когда мы жили тогда в селе Майя, улица Набережная есть, очень живописная улица на берегу, там есть речка Майя называется, ну, которая перетекает как раз из Аласова Мара, вот, в Чую, такая, посреди этих трёх больших Аласов. Ну, она называется Тархалах, ну, мы в детстве назвали Ручей Майя. И на берегу этого стоял очень хороший дом. И мы жили в этом доме все. И из этого дома родового все разлетались. Кривогорденцы, наберетая свои дома, свои семьи. И вот в этом большом доме родовом я испытал вот чувство, которое ты говоришь, да, это моя родина моя, это село Майя, это люди, мои дяди, тёки. Это моя родня. Да, родня, которые выросли с моим отцом, они бесконечно любили меня, бесконечно тоже любили отца и поддерживали. Вот это, с этого момента, вот где-то с 5-6 лет пришло осознание Родина, это вот это. Перейдём, давайте теперь к теме творчества, да, у вас уникальная семья, практически все работают, насколько я знаю, в журналистике. И это связано с воспитанием? Да, конечно, это связано с воспитанием, и воспитанием не только семьи, да, а воспитанием самой системы Майя, я называю, потому что это и школа, и дошкольное образование, и внешкольное образование, и вообще все события, которые происходили в Майе, отражались на нас, потому что это было очень много народу, ну, там, сейчас же в Майе живёт 7 тысяч человек, и вот в середине 70-х, когда мы начали уже получать образование, плавиться в этом плавильном котле, там тоже было порядка 5,5 тысяч, очень много народу жило в Майе, такой мини-городок был, не только вот деревня такая, поэтому это очень хорошие такие, давало задел для воспитания человека, для обучения, потому что, несмотря что Майя, Мегенгоглазский район занимает самое последнее место по площади, да, 11 тысяч квадратных километров, там уже сейчас живёт 33 тысячи человек, это самый густонаселённый район среди сельских районов нашей республики, то есть, представьте, вот масштабы, ну, Израиль, да, он маленький же, такой по территории государства, там 20 тысяч квадратных километров, а там живёт примерно 10 миллионов человек, и на территории двух улусов, Мегенгоглазский, живёт там, представьте, 10 миллионов человек, а у нас 33 тысячи человека, вот, вроде бы казалось, что очень много, но по масштабам нашей Якутии необъятной, это очень маленькая территория, и очень много народу, и сталкиваться можно, просто, практически на каждом шагу с людьми, в отличие от других районов, и в этом плавильном котле, культурном, образовательном, таком поселении, для ребёнка было очень комфортно развиваться, там был и народный театр, и хорошие кинотеатры, и дом пионеров очень хороший был, там был фотокружок, был кинокружок, куда мы ходили, и, конечно, всё это сказывалось на нас, был танцевальный ансамбль «Каталык», куда ходили все это, люди получали, музыкальную школу получали, очень много в эстетическом плане, и в то же время школа была очень хорошая, каменная школа, очень передовая, с кабинетной системой обучения, там в девятом-десятом классе нас обучали первой профессии, по первой профессии я водитель, я профессиональный водитель, получил категорию «С», – То есть со стен школы вы вышли уже специалисты? – Да, уже с профессии, да, поэтому я могу сказать, что я профессиональный водитель, у меня первая профессия водитель, смотря что я ни разу не работал водителем, и этим очень горжусь. – Ну а как всё-таки вы пришли к своей профессии, по которой вы работаете сейчас, к режиссёру? – Да, это очень такой удивительный случай, потому что в школе я не отличался таким умением что-то петь, читать громко, выразительно танцевать, вообще об этом речи быть не могло, потому что я увлекался спортом, я очень любил играть в хоккей зимой и весной, а летом мы все играли в футбол, и никаких, скажем, талантов какого-то самовыражения не было, мы самовыражались через спорт, через какую-то конкуренцию, спорт, это было вообще всё. И увлекался я ещё, скажем, туризмом, спортивным туризмом, ориентированием. Это очень, вот эта майнинская средняя школа была кузницей вообще кадров. Мы побеждали в школе в 7-м, 8-м, 9-м, 10-м классах, мы побеждали во всех республиканских соревнованиях по туризму, побеждали вот школьников из Якутска, из Алдана, и участвовали вот в межрегиональных соревнованиях Дальнего Востока, Сибири, Урала и Казахстана. Такие всесоюзные соревнования. Мы ездили в Лан-Удэ, в Иркутск. Это была тоже замечательная школа самовыражения, такого продвижения. Ты вообще был... Мы нас учили, как... Сейчас я вижу, как спецназовцев молодых. Мы бегали, читали карты, учили сигнализацию... Спортивное ориентирование у вас уже было? Да, азбука Морзе, сигнализация, медицина, геология. Это вообще... Из нас готовили совершенных людей, которые все знали, умели, и в то же время были отличными спортсменами. И вот это, конечно, подготовило какую-то базовую функцию большую. И в семье у нас тоже никого не было, которые бы занимались художественной самодеятельностью, или пели, танцевали. Отец и мама, они, в принципе, не поют. Отец спел, конечно, в силу своих желаний на праздниках, на юбилеях, на свадьбах своих родственников. Но это не было таким профессиональным отношением, конечно. И вот Катя, она танцевала, моя сестренка танцевала в каталыке. Больше... Так мы, конечно, читали, в отличие от, может быть, от других, читали очень много. И газет, периодических изданий, и книг. Ходили в кино, смотрели телевизор. Были поглощены всем этим. То есть мы были в центре всего мироздания, мирового и культурного, исторического, не только своего, скажем, внутрисового села, класса или семьи. Мы были открыты всему миру. И вот это, я думаю, что и помогло нам освоить профессию журналиста. Мы, Руслан, Родион, Екатерина и я, мы считаемся журналистами, но хотя я по образованию режиссёр, я считаю себя режиссёром, но в силу своих как-то накопленных знаний, может быть, каких-то дарований, я могу считать себя в какой-то мере журналистом. Мне хочется, конечно, считать себя режиссёром, на самом деле. А Руслан, Родион, да. Вы для этого очень много сделали, учились именно по специальности режиссура. Да, я очень много учился по этой профессии освоения. Вообще, я очень люблю учиться до определённого момента учиться, потому что, помните, как у Ницше сказал, что человек, как верблюд, он сначала первую половину жизни копит запасы, жир, как верблюд, а потом вторую половину он идёт в путешествие по всему миру, по своей жизни, и с багажом этих знаний, накопленного жирового слоя, горба, он идёт и достигает своей цели. И я вот в какой-то мере верблюд, наверное. Ну, мы все люди какой-то, конечно. Верблюды. И получив образование, на самом деле, первую половину жизни мы идём используя свой опыт и знания, которые мы получили, скажем, в раннем возрасте. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. День переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня у нас в гостях известный режиссёр Иван Юрьевич Кривогорницын. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться. Так поётся в знаменитой песне. И эти добрые слова о месте, где человек родился и вырос, завёл друзей и сформировался как личность. Итак, сегодня мы говорим о малой родине, о творчестве, о том, как создаются масштабные проекты, которые служат основой для укрепления имиджа Якутии. И я напомню, что гость нашей студии сегодня это главный режиссёр медиа-центра Национальной библиотеки Республики Саха и Якутия, член Союза журналистов Российской Федерации Иван Кривогорницин. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетем Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Иван Юрьевич, а вот как шло освоение профессии режиссёра? Вот, опять же, это началось с моего родного села Майя, посёлка Хара, в котором я тоже живу. Это очень тоже, очень продвинутое село сейчас. Рядом они вместе вот так находятся. И не поймёшь, при режиме человека очень сложно понять, где начинается Майя и заканчивается Хара. И после армии я стал работать в управлении культуры художником-оформителем и видел становление легендарной группы Харды, которая занималась рядом со мной за стенкой на сцене, а я там рисовал, писал афиши, рисовал что-то. И один раз мой друг Володя Кычкин из танцевальной ансамбля «Каталык» предложил провести дискотеку. И я согласился, и было как-то удачно, всем очень понравилось. И мне само тоже, к моему удивлению, понравилось провести дискотеку, потому что во время дискотеки ты говоришь всякие разные шутки, представляешь очередную композицию трек и стал я дежакеем. Очень в удивлению и меня, и многих других. Мне очень это понравилось почему-то. И потом я узнал, что в колледже культуры и искусств идет набор на режиссера. Почему-то я подумал, что это что-то похоже на дежакея, наверное, и подал документы туда, и поступил сразу, с первого раза. Меня принимал мой будущий педагог Антон Банценович Тё. Это один из самых лучших педагогов, я думаю, и в Якутии за всю историю культпросвета училинджа и колледжа культуры. Это настоящий профессионал. И азам мастерства в режиссуре учила мой мастер, один из лучших тоже педагогов по режиссуре массовых и театрализованных представлений Якутии, это Галина Ивановна Карасева. Замечательный педагог, педагога Бога, совсем другой человек по темпераменту и подаче материала, чем Антон Банценович Тё. Но это, наоборот, было хорошо. А их взаимодополняли, наверное. Да, дополняли друг друга, и мы буквально купались в их лучах их обучения, заботы. И через три года я с большим удовольствием закончил для себя, потому что я получил красный диплом, с отличием закончил колледж культуры, и тут же поступили мы всей группой на курс режиссеров эстрады Восточно-Сибирской Государственной Академии культуры и искусств. И мы там проучились три года и получили высшее образование. Уже режиссеры эстрады у нас учил тоже замечательный педагог из города Улан-Де, сейчас она живет в Москве, профессор, доктор искусствоведения Татьяна Юрьевна Семернягина. Абсолютно. Вообще, очень профессиональный человек. Если Галина Ивановна и Антон Банценович Тё, они учили нас ремеслу, меня в конкретном случае, то, конечно, мастерству научила меня Татьяна Юрьевна как режиссер. Она закончила тоже в свое время ГИТИС, аспирантуру ГИТИСа. Она была очень, и является сейчас очень суперпрофессиональным режиссером. и вот она научила тому, чему я учусь, например, до сих пор я пользуюсь ее руками. Это супервысочайший уровень образования я получил в персонализме, конечно, в этом, в Улан-Де. И после этого я стал, ну, параллельно этим я работал на телевидении, на всех телекомпаниях, работал на телеканале СТВ, СТС, Хату, и потом я учился в Институте повышения квалификации работников телевидения и радио, потом учился в Нижнем Новгороде, в Российском центре телевидения практика, там нас учил тоже замечательный человек, педагог Нина Витальевна Зверева, очень хорошо учил, а вот один из самых лучших моих, этапов моего образовательного цикла, можно сказать. И я учился в Москве, потом на высших курсах сценарист, сценаристов и режиссёров тоже очень, при Союзе кинематографистов России, очень тоже, очень хорошее учебное заведение, очень обучает тоже очень хорошо и плотно. Очень большой объём знаний был получен за эти годы, я смотрю, да? Ну, давайте вернёмся к вашему творчеству, да, телевизионные документальные фирмы, телепроекты, это вот то, с чего начиналась ваша работа в кино, и что интересно, уже здесь как-то мы видим и прослеживаем вот эту связь таких понятий, как человек, история и родина, и даже названия работ сами говорят за себя, например, «Угукту», «Берега Андрея Борисова», трилогия «Ленск», «Возрождение», «Иван Павлов», «Воин», «Учитель», «Летописец» и так далее, всё мы не будем перечислять, да? Вообще, вот как это получилось? Ну, я начинал как просто телевизионный режиссёр на телеканале СТВ, и вёл прямые эфиры, делал новостные сюжеты, столько намонтировал, ужас, сколько даже сейчас вспоминать очень мне сложно, но это даёт постижение ремесла, которое необходимо каждому режиссёру, чувство кадра, композиции, темпа ритма, умение чередовать вот эти монтажные приёмы, без этого никак, и это через ремесло впитывается вот твоё вот кровь в натуру, потому что и это очень помогает, потому что сейчас я смотрю, и сейчас уже в первых кадрах можно сказать, хорошо это сделано, плохо сделано, и работал в разных жанрах телевидения, и постепенно вот я приходил к тому, что надо усложнять себе жизнь, осваивать сложные жанры телевидения, я вот постепенно пришёл к телевизионному фильму с таким достаточно сложным жанром, как телепортрет, я начал делать портреты многих деятелей культуры и искусства на переломе веков, и одним из больших проектов был фильм ухту о нашем замечательном народном писателе Дмитрие Коновичу Сибцеве Соруна Малане, и я тогда начал применять какие-то попытки реконструкции, попытки каких-то сложных съёмок, и мне помогал, конечно, мой друг, замечательный оператор-постановщик, легенда якутского телевидения, это Валерий Дегтярёв, абсолютный гений был, является и сейчас, почему я говорю, был всё время является легендой якутского телевидения, замечательный оператор, с которым я много работал, и горжусь, что я работал с ним, во многом освоение вот этого жанра и повышение моего мастерства как режиссёра было благодаря сотрудничеству с Валерой, конечно, это замечательный человек. Иван Юрьевич, в производстве картин вы выступаете почти всегда не только режиссёром, но ещё и автором, сценаристом, продюсером, вообще, как всё удается совмещать в одном лице? Ну, это, опять же, наверное, скорее всего, относится к тому периоду, когда я жил в Мае, учился в школе, отец наш и родители, и мама, всегда приветствовали наши все увлечения. Мы читали бесконечное количество книг, бесконечное количество журналов, газет, смотрели дикое количество телевидения, кино, и всё это, конечно, копилось, и замечательные учителя у нас работали в школе, такие, как Петра Николаевич Степанов, Людмила Иннокентина Бекянова, Альбина Захарна Токарева, Вера Семёнов Заровняева, которые обучили меня, привели любовь к русскому языку, к истории, к географии, и всё это помогло мне быть профессионалом во многих областях, скажем, смежных областях производства телевизионных программ, документального кино, и тем более я после школы поступил в университет, учился на филфаке, это тоже, конечно, помогло. Да, отсюда любовь к истории родного края. к родному краю, к языку родному и русскому языку, и вот этих во всех учебных заведениях, где я учился, я вот стремился всегда писать, писать любые жанры, любил сочинять, это, конечно, набило руку, и мне достаточно легко писать сценарии на русском языке, на якутском языке, на любые жанры телевизионного искусства. Ну, мне кажется, надо обладать очень широким спектром талантов, чтобы соединить всё это в одном. Ну, если может быть, да. Очень интересен процесс поиска идеи для фильма. Вообще, каким образом они к вам приходят? И ещё такой вопрос, как найти героя для документального кино? Вот, например, если с художественным фильмом нам более или менее этот процесс понятен, это кастинг, да, приходит множество людей на студию и так далее, то вот как вы ищете героев для документального фильма? Да, есть сценарий, там можно делать, да, под сценарий, да. Ну, если, скажем, как приходит идея, идея приходит по-разному. Ну, как в жизни, ты едешь в автобусе или в машине, видишь какое-то событие. Это, опять же, в области профессионализма я вот всегда смотрю и анализирую то, что происходит, откладываю в памяти любое событие, там, кто-то стоит, кто-то там куда-то перешел дорогу и уже сочиняются какие-то истории, вот кто это может быть, как это, и в процессе этого приходят какие-то идеи, это может идея прийти во время чтения книг, там, что-то, на самом деле режиссура это же такая смесь компиляций. Режиссер он человек, который соединяет то, что давным-давно уже скажем, есть, существует в искусстве, культуре, в жизни, этот человек, режиссер, не тот человек, который изобрел как изобретатель, он собирает, собирает, смешивает в каких-то количествах и выдает это произведение, это считается, да, вот, он сам придумал. На самом деле, конечно, это не так, режиссура достаточно простое ремесло, надо просто знать, что сочетается, как сочетать и с чем это сочетать. Это касается всех режиссеров любого уровня, любых стран, любых наций и так далее. Потому что давно-давно за 30 за 30 тысяч лет, которые, скажем, есть человеческая цивилизация, все уже давно-давно придумано и выдумано, и мы современные режиссеры только можем пользоваться этим моментом, выбирать кусочками и соединять. Насчет героев документального кино, надо внимательно следить за ближайшим окружением, не надо там ходить по всему миру зажженным факелом, как демосфен и искать героя. Они, герои, всегда рядом. Это могут быть твои соседи, друзья, родственники. Потому что с течением времени драм у людей, когда люди взрослеют, не в смысле взрослеют, а стареют, у них появляется больше драм каких-то событий в силу человеческой жизни. И вовремя понять, вовремя суметь разглядеть, отобрать, убедить человека стать героем. В этом смысле это самая главная степень мастерства режиссера, мне кажется. Каких творческих проектов нам ждать в ближайшее время? Поделитесь, пожалуйста, своими планами. Ну, в силу своей профессии я очень много смотрю документального кино. Но это участие на фестивалях, когда ты общаешься, смотришь абсолютно очень много количества фильмов в одном месте, дает очень много пищи для размышления, знакомиться с очень хорошими режиссерами. В этом смысле я вот пять лет назад познакомился с очень хорошим режиссером из Новосибирска Евгением Соломиным, который продолжает тему сибирского документального кино, который изучает человека в обстоятельствах жизненных ситуаций. Не только вот где-то в Москве, в центральных городах, а именно в глубинке. И обладает абсолютным мастерством. Мне очень с ним комфортно разговаривать, сотрудничать, общаться. И он тоже снимает в форме наблюдения, методом наблюдения, многолетнее наблюдение за человеком, за ситуацией. Мой фильм «Ганнибал», которым я очень горжусь, тоже снимался в течение пяти лет. И благодаря тому, что он снимался пять лет, я сумел разглядеть, скажем, дал возможность людям по всему миру, по всей России показать все-таки уровень таланта, уровень драмы, трагедии Гаврила Колесова, Ганнибала, которого, скажем, он из Села Майя так же. Он там и сейчас живет, и, скажем, и многие его боятся, сторонятся, потому что он ведет определенный образ жизни, но благодаря фильму он получил какое-то второе дыхание, его стали приглашать на концерты, на сборные, концерты в районе, в селе и в городе. Я очень этому рад. фильм помог ему на самом деле реально еще реализоваться и дал ему возможность еще что-то делать в этой жизни. Хорошо. Связь с малой родиной, насколько я знаю, у вас не прерывается, Вы живете там и значок на груди, который мы видим, он тоже связан с родиной. Да, этот знак очень для меня очень ценный, очень близкий, это почетный знак Майя Дойдумбарахсандин. Так называется, это Майя, родная Майя сторонушка, можно так вольно перевести, потому что этот знак дается тем людям, которые внесли какой-то вклад в развитие села, нашего родного села, культурной и духовной столицы нашего Мегангазского района. Я этим очень горжусь и конечно, я не прерываю связь с Майей, несмотря на то, что она меняется, на то, что может быть, мне кажется, что раньше было лучше, но она развивается, жизнь не стоит на месте. Майя, село Майя отвечает вызовам времени, она хорошеет в какой-то мере на данном моменте, скажем. И то, что сейчас молодые ребята, которые сейчас руководят, возглавили район, меня это очень радует. Алексей Иннокенчич Неустроев молодец. Хорошо, мы благодарим вас за очень интересный для всех нас разговор. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях был главный режиссер медиа-центра Национальной библиотеки Республики Саха Якутия Иван Юрьевич Кривогурниц. Спасибо вам. До свидания. Саргулан. До свидания, дорогие друзья.